А чтобы полностью понять все причины ненависти и полностью осознать происходящее в ролике, сначала рекомендую ознакомиться с содержанием первой части произведения. Жмите на экран прямо сейчас или проходите по ссылкам в описании и в комментариях и проникайтесь всей атмосферой BMW. Слышь, а сколько такой бумер стоит, а? Я точно не знаю, я эту машину не покупал. А че, угнал что ли? Это друга машина. Не нужна тебе такая машина, брат? Поверь мне на слово. Ой, да ее заклинило. Все, она не крутится. Ну и, соответственно, тут нет части разъема. И очень воняет, она просто сгорела. Ну, вообще, очень часто эти помпы летят. Это расходник в этом автомобиле. Ну что, мы немножко ее починили. Она уже сама держала стойкот. Но, в принципе, как она до этого и была, горит только ошибка по колодкам. Так что, Костя, еще поедет. Недаром говорят, что BMW, она и в Африке BMW. Только что машина работала, и у нее вылетел верхний шланг охлаждения. То ли это калининградская сборка, То ли это именно такой этот автомобиль. Или это Костя подложил свинью нам. Что они там трогали, снимали? Блок управления, который отвечает за питание, он не алло. Он не видит ни помпу, ни аккумулятор, ни генератор, ничего не видит. И все, все рубится через какой-то интервал. Все, да, просто выключается, иначе аккумулятор ТВМ. Вы просто капните. Ну смотри, вот что у нас получается. Вот твой аппарат. Новая подошла идентично. Новая подошла, все хорошо. Кстати, отдельное спасибо эльфу-торговцу. В магазине помпа стоит 23, я отдал 16. Чувак, ты супер. Во-первых, эта помпа у нас потекла. Но это, как мы выяснили позже, когда он приехал, когда образовалась большая лужа. Вот, ну, в принципе, вот она так потекла. Слушай, там одной ножки даже, то есть разъем сгнил внутри. Да, разъем сгнил. Она, видимо, начала сочиться намного раньше. Ты съездил с этим. Потом это все дело загнило, задымилось в итоге. Вот, а еще, в принципе, ее заклинило. То есть она все не крутится. Крыльчатку пальцем. Ну-ка, погоди, погоди, погоди. Все, ну, ее можно, наверное, если только... Только если не пальцем, да? Да, если только не пальцем. Насадите, проверну. Да, да, да. Либо попробуйте. Да, разобрать, распилить, ну, посмотреть, ну... Да еще походит. Что, ремонтная сейчас снимем, смажем и все. Да, да. Ну, а дальше там уже на все деньги ремонт. Как говорится, в добрый путь. Да, там уже беда с блоками, беда с общениями блоков. Но, в принципе, пока на данный момент мы это не будем рассказывать. Да. Так никто и не знает, собственно. Уйдет легко. Какого-нибудь лошку, да, загоним. Да. Ладно, давай заведем, да поехали. Не, ну так-то по ощущениям как нулящие. Не, ну вот теперь, вот ты покажи приборку. Вот теперь нормально. Вот это нормальная приборка. Потому что ты до этого ездишь, темнота сплошная, ты ничего здесь не видишь. Теперь хотя бы три лампочки. Ну, две, ладно, да, я же пристегиваюсь постоянно. Ну, хотя бы чек, ну, хотя бы чек. Значит, мозг есть у машины, и он работает. То есть хотя бы у кого-то в этой композиции есть мозг, и он работает. Потому что у меня чека не горит, у меня все хорошо. Я его выкрутил. Темыч, давай ты показывай. Что ты все время... Темыч уходит из камеры, он стесняется. Темыч сделал страшную вещь, давай показывай. Ну, теперь еще одна приятная мелочь. Ну, так, чтобы Костя больше там не дергал капот, там, не прыгал на нем. Или еще что-нибудь не делал. Теперь у нас все по штату. Берем. Появилась новая опция. Да, новая. Открываем. Одним пальцем. Ничего не делаем. Тянем, все открывается. То есть, понимаете, человек разрушил атмосферу BMW. Вообще. Теперь не надо доливать масло в бак. Не надо шутить эти шуточки, да, все. Да, и не надо вот никуда больше лазать на улице, там. Здесь тоже ничего не надо? Вот, не стоит. А, ладно, все, поехали. Что, не хочешь что-то сказать? Обычно, если бы это снимал Стреколоский вот в своем проекте «Паровоз», он бы сказал, нам надо поехать понаваливать. Но теперь, но мы не Стреколоский, поэтому мы аккуратно поедем к дому. Поехали понаваливаем с Каеном. Не, 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 не. Он там Каен стоит. Ты меня не разведешь. На Ландыш не похож. Социально приехали сегодня. На Каене. На машину выходного дня, давай. Не, 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 не. Ты понимаешь, он поставил против нее Каена своего выставляет. Мы ее через два дня отдаем в кузовню, и больше я ей уже не увидел. Все. Ставим на нее другие диски, пробег меняем, в большую сторону причем, потому что все запалили, что у нее 70 тысяч пробег по фоткам. И я с ней прощаюсь. Последнюю гоночкой на прямую. Последнюю, последнюю. Какую последнюю? Я понимаю, это ты хозяин автосервиса, у тебя не бывает последних гоночек. Да вы тут все, да я не сего мажора. Не, надо домой деньги копить. Here comes the money. Here we go. Money talk. Хотел рассказать вам, что наконец-то, пойдя у вас на поводу и удовлетворяя вашим просьбам все-таки рассказать про портмоне, рассказываю, объявился конкретно сахарный спонсор. Прислал мне портмоне, ну, чтобы я показал вам, насколько оно классно. Я его долго мацал, в принципе, использую его уже примерно неделю. Ничего не оторвалось, ничего, нигде строчка не пошла. Все ровное, мой любимый красный задник. Вообще супер вещь. Наверное, может, разыграю его в конкурсе у себя на втором канале. Когда-нибудь, если будете себя хорошо вести. А пока, если не хотите ждать, проходите по ссылкам в описании на сайт спонсора и покупайте эти портмоне. Потому что продают их все, кому не лень. А качество среди этого всего разнообразия днем с огнем сыщешь. Но эти люди одобрены. Ссылки в описании. Проходим. По трассе это, конечно, гораздо комфортнее, чем тоже лащете. Ну, если не считать шумоизоляцию. Потому что по шумоизоляции это тоже самое лащете. Абсолютно никакой разницы. Шумки передних арок просто нет вообще. Принципиально, по-моему, это сделали. Но все равно прикол в том, что расслабляться здесь за рулем в дальней дороге не получится. Конкретно нужно держать все время две руки. Если у вас одна рука, вас все время вот так вот немножко пепляет. Потому что она адски ловит колею. Просто дико ловит колею. И проблема даже не в том, что у нас что-то с машиной. Нет. То же самое. Вы сядете за 53-й кузов, даже если он так же будет ловить колею. Все это из-за широких лаптей и вот этой настройки подвески. То есть она, конечно, очень цепкая. Она отлично входит в повороты. Я не сомневаюсь. Но просто попытаться расслабиться мне вот так по трассе не получится. Вы просто дико обязаны постоянно ее контролировать. Вы куда-то потянулись, вы уже в полполосы переставились. Вы ехали по хорошему асфальту, скачали на плохой. Она опять куда-то. Она как истеричка бьется постоянно. Из полосы в полосу. Стерва какая-то просто конченная. Вы только отвлеклись куда-то, она тут же вас разлюбит об столб. Абсолютно. Ни на секунду нельзя от дороги отвлекаться. С одной стороны, это, конечно, настраивает на правильный стиль вождения. Всегда две руки за рулем. Всегда все внимание в трассу. Да. С этой же стороны, это дает вам... Блин, вот... Это дает вам возможность погонять как бы, да. Но вы видите, у нас столько камер. Если бы программка не стояла, которая следит за... Все, нас бы просто сейчас расшифровали на миллион денег. Получается, в условиях города, это та машина, на которой ты можешь гонять. И одновременно не можешь. Надо искать места, как-то изыскивать между камерами, шифриться и так далее и тому подобное. Это не есть куд. И постоянно две руки. Как это залюбливает, а? А после этого я решил поехать чипанутым. Потому что то количество сообщений в личку, которые вы мне присылали по поводу того, что с провалом, как убрать провал, съезди к чипанутым, узнай, можно ли выдрать из этой... То есть реальные хозяева BMW X5 в 70-м кузове с таким же мотором писали мне в личку. Но не соврать бы, человек 10-15 написало точно. Прямо лавина была, что помоги вот с этим провалом, узнай, как его решить. Поэтому действительно взял руки в ноги, поехал к чипанутым и попробовал этот провал устранить. Ну, очкозавр, опять ты здесь. Ну, никто, кто бы говорил. Ну что, лишняя пятнашка в карбане от подписчиков появилась. Да, да. Ну что, чипанутые здесь, здесь все. Те же самые лица. Мажор, верзила, сток и качок. И я, Ватюша Чиповкин. Ну что, давай пятнашку. Скажите, с какой целью берется плата? Да, а за что, собственно, взимается плата? С целью капитального ремонта провала. За капитальный ремонт провала. Чтобы не слишком проваливался. Чтобы не сильно проваливался. Заходите, прошу вас. Есть деньги, нет проблем. Чипанутый РФ. Агрессивный маркетинг. Где ты? Значит, суть следующая. Вот как в видосе, как я писал. Нажимаю газ, жду секунду, потом еду. Ждать не хочу. То есть на перекладках. Вот поеду по колечку в левом ряду. Типа 600 км в час. Впереди едет Лачити 60 км в час. Я перед ней отормозился. Она, естественно, в ужасе сразу направо. Я переложился с тормоза на газ. Снова опять жду. И так далее. Вот, короче, шашками получается прыгать неудобно. Она вот постоянно вот это, дергать не может. Ты отклика на газ ждешь. Я не знаю, почему это. Или по коробке из-за того, что она перекидывается долго. Или турболаг. Хотя турболага, в общем-то, на М55 не было. Не было. Сколько я понимаю. Тут все продумано. В этом плане, тринскрольная турбо. Ну, здорово должно быть. Ну, в общем, меня даже по сути это не парят. Вы сможете сделать так, что не будет этого провала? Просто комфортно ездить. Кость, ну, смотри, значит, из нашего опыта, в принципе, достаточно богатого по BMW, могу сказать точно, что это болячка. Всех 70-х именно с этим мотором. Мне даже нечего писать. Это задержка, да, она актуальна на всех этих моторах. Решается она программно. Программное изменение алгоритма работы педалей газа. То есть именно отклик на педал? Это не турболаг? Нет, это да, это просто корректировка отклика. А что, кстати, по мощности по лошадям, если так вот? А тут же турбинка типа пуза? Да, прирост тут колоссальный, 90 лошадей и 200 крутящего. Ничего себе. Еще запас полтинник крутящего остается до лимита по коробке. Слушай, ну здорово. То есть это все в одной прошивке, убираем провалы, или можно сделать разное? Кто-то хочет только убрать провалы? Без проблем, все пожелания клиента исполнили. А, то есть прямо это не один файлик, а ты там сам хочешь, убираем только провал, доставляем сколько? А как там что, если потом дилер, гарантия? Никаких проблем нет, дилеры даже не узнают. Ну тем более, что уже машина давно не опускается, если что. Ну мало ли у кого-то... На гарантии уже, да, никто. Да по годам, наверное, уже. Дедушкин вариант из гаража пробег 5000. А тут больше ошибок, чем у рэнжа. Да. Ура! У тебя куча ошибок, связанных с питанием. Ну вот что-то да. Во всех блоках пропадание питания. В процессе перепрошивки выяснилась проблема, что мы не можем увеличить мощность двигателя, не можем делать буст, немножко больше, не можем крутящего момента добавить, потому что тот чек, который у нас, он горит не потому, что датчик моросит, и не потому, что что-то там случилось, а потому, что цепь Мадуэ растянулась. И тут я вообще обрадовался. То есть за время, пока машина у меня, за неделю реально я поймал момент, когда начала растягиваться цепь. А этот ремонт уже стоит конкретного бабла, и это было то мгновение, когда у меня опустились руки. Чего вы там в итоге легче попрекли? Кость, ну, значит, вопрос, с провалом твоим мы решили, а чиповать это создание я на данном этапе не собираюсь. Ошибки по, как минимум, датчику коленвала говорят о том, что цепь растянута. Даже если ты собрался менять датчик коленвала, тебе это не спасет. То есть у человека у меня податчик у колена говорит? Ну, это типа не датчик. Да, не датчик. То есть, а что он туда показывает? Он показывает на то, что у него совпадают фазы распредвала с коленвалом. То есть типа по-разному стоят? Да, углы показывают разные, за счет этого выкидывают ошибки. А ванасы на холодную и за это уже стучат, соответственно. Точно. Просто крайнего положения не хватает, чтобы в нужную фазу. Да, он не может регулировать на холодную. Потом типа я прогрелся, давляк. Давление масла поднялось, да, все системы заработали. Все выровнялось. Ну, буду доливать по уровню и все нормально. Немножко сизый будет из трубы, но зато... Ну, ты сразу сюда горловину вывезешь и доливай. Кстати, в карман себе выведу горловину. Лукойла. За 200 рублей канистра у нас всех... Насосчик подкачал, туда пошло. Все нормально. Короче, сейчас 600 ньютонов у меня не... Не будем делать. Починишь машину, приезжай, Велкон. Решение. Я его не включил никогда. Ну, по крайней мере, с этой проблемой справишься, приезжай. Ладно, окей. Ну, главное, что провалы не будет, да? Да. Вот сейчас не будет провала, смотри. Оп! О, все, нету провала. Слушай, вот это чубанутый. Прямо был провал и нет провала. То есть, ну, блин, мы сейчас в потоке, конечно. Ну, давай попробуем. Смотри. Ты держишься? Да. Смотри, едем. Оп! О, чувствуешь даже порывку на картинке видно, короче. Вот это прикол. Ну-ка. Оп! О, что-то улетело сзади. О, чепанутый. Слушайте, ребята, эти люди могут все. Ну, смотри, реально, едем. О, все. Я подумал, она едет. Вот это огонь. Ребятки, это можно ехать и чиповаться. Это одобрено. А вот тот момент, когда я реально в эту машину поверил и понял, что она может действительно доставлять вам эмоции, это когда я выехал от чепанутых. Всего лишь убрать этот провал, и вы не представляете, она совершенно по-другому ощущается. Я даже не успел тогда это записать на камеру, потому что меня распирало. Просто нет провала. Ты нажал, она поехала. Нажал, поехала. Это супер ощущение. Так что я реально всем вам рекомендую, если у вас вот эти вот 3 литра, едьте, чипанитесь, вы свою тачку не узнаете. Она показалась в 2 раза быстрее прямо. Ну, как будто дико валит. Хотя понятно, что она не стала быстрее валить, но просто вот эта вот скорость реакции на педаль газа. Это реально круто. В этот момент я даже подумал, что, блин, я хочу себе такой мотор с такой коробкой. Это факт. Так, мы за рулем кроссовера, который съехал с идеального асфальта. Нам кобзда. Все. Если у вас X5, просто это те ощущения, которые лучше вам не знать. Я не знаю. Давай газ нажмем. Ты держишь вообще? Держишь фотоаппарат, нет? Аминь. Господи, как! Все, что-то отломалось. Ну, вот так это выглядит. А что отломалось-то? Блин, что-то отломалось. Надо выходить теперь смотреть. Да и в рот ему ноги. Отломалось и пусть лежит. В общем, на грунтовке все. Это... Да это капец. Это даже не 15 километров в час. Это даже не 10. И при этом все равно вам всем очень плохо и больно. Вот сейчас я специально вставлю картинку с камерой, которая в руках у оператора. Чтобы вы понимали, что сзади просто блендер. То есть, если вы куда-то там с ребенком едете к себе на дачу, в какой-то поход, надо для ребенка покупать другую машину. Да хотя бы Ford Focus. Какая жесть, да? Давай еще газку. Смотри. Все, шаровых у нас уже нет. Мы можем себе теперь все позволить. Вообще трэш. Просто большая задница. У меня подкидывает прям. Ничего себе. Я аж подскакиваю. У нас скорость 50 километров в час. Мы едем по грунтовке. Все. Это капсда. BMW X5. Удовольствие за рулем. Главное, чтобы только... Блин, это фотоаппарад же. Фотоаппарад же жалко. И оператору вообще всех жалко. Кроме этого драного корыта. В рот тебе ноги сдохнет, тварь. Как так можно было вообще сделать автомобиль? То есть подвеска заточена, ну, строго под определенные. Абсолютно не универсальный автомобиль. Хотя кроссовер. Позор. GoPro съехала, по-моему, в сторону даже. Ой, жесть. Все, вырубаем это, срай. Подводя итог, еще раз говорим, что это не ответка Эрику Давидовичу. И опять же, покупая машину в комплектации М или просто с крутым мотором, вы действительно получаете премиальную машину, которая дарит вам массу удовольствия. Но вы можете ошибаться. Ведь вы все ищите кузов, кузов, кузов. Вы насмотрелись этих супер роликов, супер тест драйвов. А обычно тест драйвы выдают топовые комплектации. Ведь все обзорщики стараются взять для вас не пустышку, а где все есть. Чтобы получить максимум удовольствия и красочнее вам про это рассказать. Но в реальной жизни все не так. Вы повелись на кузов, приехали, купили ее ослепленное желание, мы ездите. А по факту вы конченый неудачник. И понимаю, что сейчас многие из вас в комментариях напишут, ты дебил, у меня такая же машина и меня все устраивает. Ребята, у меня сейчас такая же машина и меня ни черта не устраивает. А люди, которые ездят даже на Лада Гранта и на Приоры с пиленными пружинами, их тоже все устраивает. Поймите, это немножечко не то. Я прекрасно знаю, как едет эта машина в комплектации М. Я прекрасно знаю, как она едет с хорошим мотором. Это совершенно разные машины. Даже если мы уберем значок, окей, это просто люксовая тачка в низшей комплектации. Рейндж Ровер в низшей комплектации, это днище. ГЛ в низшей комплектации, это все равно днище. Это просто кузов, который внешне выглядит как конфета, а по факту едет как лачете. Вы должны это понимать. Эта машина не должна стоить столько денег. Хотя она, безусловно, безусловно привлекает понты. Суть проста. Если ты молодой паренек, и ты насмотрелся этих роликов, и ты повелся именно на этот кузов, неважно на какой ты кузов повелся, ты должен понимать, что есть действительно крутые тачки, в действительно крутых комплектациях за крутые бабки, а есть понторезки. Любая лакшери-тачка со временем превращается в понторезку. Помни эту непреложную истину, внимательно выбирай то, что тебе надо. Приходи к покупателю, катайся, старайся убрать эту пелену из своих глаз, и слушай внимательно, не сердцем, а головой. Чтоб потом вот так вот, как я, не расстраиваться, не лить слезы, и не выплачивать кредиты за битые фары. Принимай только те решения, которые считаешь нужными, и покупай только те тачки, которые нравятся именно тебе. Огромной удачи вам, и пока. Основной прикол. Сегодня у нас среда, опять же, уже 8 вечера. Позвонил человечек, один из Москвы. Посмотрел видос мой, сказал, что есть какая-то движуха в сторону помочь мне с моей проблемой, с этой машиной. Потому что я ее, очевидно, не потяну, и я уже устал настолько, что... Ну, короче, депрессия. В общем, человечек этот сейчас обещался на парковочку подойти, в принципе. Где-то сейчас и подойдет. Узнаем, что хочет. Ты молодой человек. Костянов, здорово. Здравствуйте, Александр. Что? Что вам не сиделось-то в Москве? Ну, как тебе не сиделось? В высоту у тебя тут точило офигенно. Точило космос. Я думаю, тебе знаком такой агрегат. Да, да, да. Такой же, причем, те же самые 3 литра, тот же самый провал. Да, да, да. Так что приезжай. Ну, что, рассказывай, что у тебя тут случилось-то? А что рассказывать, это ты сам посмотри. Да я видел, что туда ходить. Ты расскажи, что теперь, ситуация-то какая. Ну, ситуация такая, что я ее взял, сейчас буду чинить, а потом продавать. А потом продавать? Ну, типа, авито, автору. Не бито, не крашено. Сколько денег с тебя? Идеальное состояние. Сколько денег с тебя хотят? Грязи не видела. Хотя с меня... Ну, а что, Потимин? Ну, наверное, но сам понимаешь, человек брал за столько. Я же не знаю, за сколько бы он ее продал. Ну, что, в общем, давай так. Даю на пару сотен меньше, и прямо вот мы договариваемся, я тебе бабки завтра скидываю. Ну, я думаю, это было бы для меня, наверное, такой рабочий вариант. Может, что, если не идеально. А у меня такой же, а я уже решу, что мне с ними делать. А, ну, на запчасти, да. И второй на запчасти, чтобы точно всегда ездить, да. Потому что он же не ломается. Ну, что, по рукам? Ну, давай, оформимся как. Ну, утром ДКП напишешь, да я поеду. Ты погонишь ее, да? Ну, да, как раз не буду билет брать на Сапсанчик. Так, поеду сразу. И мне Ренжа через три дня вернут. Наконец-то. Ну, что? Ну, что? Субтитры сделал DimaTorzok